Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, коллеги! Сейчас мы с вами разберем задачи 8 класса муниципального этапа Всероссийской Олимпиады. Начинаем с первой задачи. Змей Горыныч, участвуя в поисках волшебной палочки, разгонялся 1 треть времени полета вперед. Далее высмотрел ее со своей крейсерской скоростью. Увидев палочку, он тормозил 1 шестую часть времени. Заблучив добычу змей, Горыныч отправился в обратный путь с постоянным ускорением. Определите, во сколько раз скорость возвращения в место отправления в высшей крейсерской скорости поиска. Средние скорости полета к палочке обратно одинаковы. Кроме текста задачи, ребята, вам здесь даны пояснения, что такое равно ускоренное движение. Для решения задачи вы должны будете это использовать. Приступим к решению задачи. Для того, чтобы решить задачу, необходимо использовать графический способ. Вам нужно построить график зависимости скорости от времени. Рассмотрим точки, которые необходимы для построения графика. Первый участок. Скорость тела змей, Горыныч, изменяется от нуля до t до v нулевого. Время, которое тратится на это, t, деленное на 3. Это первая точка. Дальше змей, Горыныч, движется с постоянной скоростью. Сколько времени? Чтобы найти это значение, нам нужно из общего времени вычесть время разгона и время торможения. Так как время торможения t, деленное на 6, участок, на котором змей, Горыныч, движется с постоянной скоростью, t, деленное на 2. Рассмотрим второй участок графика, когда змей, Горыныч, возвращается назад. Чтобы найти время, которое требуется на возвращение назад, мы используем условие, что средняя скорость движения вперед равняется средней скорости движения назад. Следовательно, движение от старта к палочке равно времени движения от находки палочки к финишу. Следовательно, второй участок продолжается в то же время t. Скорость изменяется от 0 до v0, до скорости возвращения назад. Теперь, используя график, используя свойства, что пройденный путь определяется как площадь фигуры под графиком, мы находим, чему равняется путь на первом участке, и определяем, чему равняется путь на втором участке. Первый участок, как мы видим, фигура является трапеция. Площадь трапеции равняется полусумма оснований, умноженная на высоту. Первое основание у нас с вами t, второе основание t, деленное на 2, высота равняется v0. Следовательно, мы получаем формулу под номером 1. Вторая фигура – треугольник. Площадь фигуры равняется произведению сторон, деленное на 2. Таким образом, мы с вами получаем формулу, что путь s1 равняется t умножить на скорость v1, деленное на 2. Теперь мы используем условие, что путь туда и обратно одинаковый. Следовательно, мы можем, используя равенство первое, используя равенство третье, составить другое равенство, которое вы видите на экране. Решая данное равенство, мы получаем, что скорость назад равняется полторы скорости движения вперед. То есть ответ вы видите на экране – скорость возвращения в место отправления в полтора раза больше скорости крейсерской. Для того, чтобы оценить, насколько правильно вы решили данную задачу, вам представлены критерии. За построение графика первого и второго участка дается 3 балла. За составление уравнений первого и третьего – по 2. За решение системы и нахождение результата – 1 и 2 балла. Ребята, обратите внимание, график не обязательно может выглядеть таким образом. Мы, используя условие, что тело возвращается назад, Змей Горыныч, построили график вниз. Но вы могли построить график в верхней полуплоскости. Соответственно, график имел бы вид вот такой, как я вам показала. И это же решение тоже будет считаться правильным. Приступим к разбору второй задачи. Для сохранения жизни колобка кузнец выплыл из чугуна доспехи шарообразной формы массы 1,75 кг. Определите, будут ли доспехи по размеру колобку, если доспехи без колобка при опускании в воду погружаются только наполовину. Объем колобка – 3,25 литра. Для решения данной задачи мы должны использовать условия плавания тела. А это равенство силы Архимеда и силы тяжести. Вспомним, что сила Архимеда – это плотность жидкости, постоянная величина и объем погруженной части тела. Сила тяжести – это произведение массы тела на постоянную величину g. В результате этого получается равенство, которое вы видите на экране. Дальше мы с вами используем условие, что доспехи погружались ровно наполовину. Тогда мы можем составить следующее равенство, что два объема погруженной части шара будет равняться сумме объемов чугуна плюс сумме объемов полости. Дальше мы разбираем это равенство и заменяем объем чугуна. Для этого мы вспоминаем формулу плотности. Плотность – это масса, деленная на объем. Следовательно, объем чугуна – это масса, деленная на плотность чугуна. Совмещая выражения первое, второе и третье, мы можем выразить, что объем полости равняется отношению, которое вы видите на экране. Две плотности чугуна минус плотность жидкости умножить на массу и деленное на произведение плотности жидкости и плотности чугуна. Произведя расчет, вы должны были получить 3,25 литра. Но сначала результат должен был быть представлен в кубических метрах. 0,325 литра. И потом переведен результат. Следовательно, если объем полости равен 3,25, а объем колобка – 3,25 литра, то доспехи имеют именно ту полость, в которой колобок вместится. Теперь посмотрим, что касается критериев. Если вы записали условия плавания тела, вам дается 2 балла. Если определить связь между объемом тела, объемом чугуна и объемом полости – это 3 балла. Для формулы определения объема чугуна – 1 балл. Если составили все уравнения вместе и совместили – это 2 балла. И уже рассчитались, получили результат – это 2 балла. Перейдем к разбору третьей задачи. Почтальон Печкин с любопытством разглядывал посылку на имени кота Матроскина. Он хотел узнать, что прислали коту, но не мог ее вскрыть. Совесть не позволяла. Применив все свои знания по физике, Печкин выяснил, что давление, оказываемое посылкой при переворачивании ее на разные грани, отличается друг от друга. Результаты определения давления вы видите на экране. То есть мы видим, что давление П1 равняется 2400 паскалей. Давление П2 – 8 третьих от давления П1. Давление П3 – 0,5 от давления П2. При свешивании весы автоматически определили массу – 19,2 кг содержимого посылки без тары. К большому удивлению, Печкин на почте не оказалась линейки. Помогите Почтальону Печкину определить содержимое посылки. Не знаю геометрических размеров посылки, но форму она имеет, пролепипеда. Итак, рассмотрим возможный способ решения. Чтобы определить, что находилось в посылке, мы должны определить плотность вещества, который находится в посылке. Для этого мы должны знать массу и объем тела. Масса дана по условиям. Объем мы находим из условий равенства давлений. Итак, давление П1 – это сила, действующая перпендикулярно поверхности, деленная на площадь поверхности. Значит, для П1 это будет сила МЖ, деленная на С1. По такому же принципу мы записываем давление П2 и давление П3. Теперь нам нужно определить размеры пролепипеда. Для этого мы должны определить их размеры. Что мы используем? Из системы 3 мы выражаем С1, С2 и С3. И, используя значения давлений, которые даны в условии задачи, определяем, что площадь первой стороны равняется 0,08, площадь второй стороны равняется 0,03, и площадь третьей стороны равняется 0,06. Теперь нам предстоит решить систему 4. И когда вы ее решите, вы получите, что стороны равняется 0,4, 0,2, 0,15. Найдя длину сторон, мы можем определить объем посылки. Так как объем равняется произведению сторон, мы можем рассчитать значение объема. Ну а теперь осталось только определить плотность содержимого посылки. Для этого мы массу делим на объем и получаем, что плотность равняется 1600 кг на метр в кубе. Используя табличные результаты, а таблицы у вас приведены перед условиями задачи, вы можете определить, что вещество, которое содержится в посылке – сахар, рафинад. Посмотрим критерии. Для решения задачи было использовано формула для определения давления посылки. За это ставится 2 балла. Следующие 2 балла мы ставим за определение связи между сторонами посылки и при решении системы 4. Если решение системы решено, ставится 3 балла. Для определения объема посылки – 1 балл, расчета плотности – 1 балл, и уже правильно нахождение результата, что находится в посылке – еще 1 балл. Последняя задача – это задача номер 4. Итак, читаю задачу. В один жаркий день смешарики, нюши и крош, решили приготовить охлаждающий коктейль. Для этого они использовали 200 грамм воды при температуре 20 градусов Цельсия, кленовый сироп массой 40 грамм, хранившийся в холодильнике, температура в холодильнике была 5 градусов Цельсия, а также кубики льда, сторона которых 1 сантиметр, температура минус 10 градусов по Цельсию. Подумали и решили, что коктейль должен иметь температуру 15 градусов Цельсия. Помогите смешарикам и определите, сколько кубиков льда потребуется для приготовления коктейля с задуманной температурой. Итак, ребята, рассмотрим возможный способ решения. Для того, чтобы определить количество кубиков льда, нам нужно рассчитать массу льда, а также массу одного кусочка льда. Итак, приступим к расчету массы льда. Для этого составим уравнение теплового баланса. Учтем, что конечная температура коктейля должна быть 15 градусов по Цельсию. Тогда в этом случае вода будет охлаждаться, кленовый сироп нагреваться, алёб сначала нагреваться, а потом плавится. Изо льда образуется вода, которая нагреется до температуры 15 градусов по Цельсию. Для решения вы можете составить уравнения, которые позволяют нам рассчитать количество теплоты в каждом процессе. Вы их видите на экране. Первое уравнение. Количество теплоты Q1. Теплоемкость воды умножить на массу воды и умножить на разницу температур. Температура вода минус температура смеси. Для второго процесса Q2 рассчитывается по формуле теплоемкость сиропа умножить на массу сиропа и умножить на разницу температур. Температура смеси минус температура сиропа. Для третьего процесса Q3 – это теплоемкость льда умножить на массу льда, умножить на температуру плавления льда минус температура льда. Четвертый процесс помогает рассчитать количество теплоты при процессе плавления. Это удельная теплоемкость льда умножить на массу льда. Ну и последний процесс, по которому мы рассчитываем количество теплоты в пятом процессе, это теплоемкость воды на массу льда умножить на разницу температур. Теперь мы можем составить уравнение теплового баланса. Ребята, вместо описания процессов с теплотой Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 мы могли зарисовать график, на котором мы могли показать, что происходит с каждым веществом. И это заменяет тогда объяснение процесса. Теперь мы составим уравнение теплового баланса. Количество теплоты, необходимое, равняется количеству теплоты, выделенному. Мы получаем, что количество теплоты Q1 равняется сумме количества теплоты Q2, Q3, Q4 и Q5. Используя формулу 1-5 и уравнение теплового баланса, мы можем выразить массу льда, которую вы видите на экране. Проведя расчет, получим, что необходимая масса льда будет равна 0,63 кг. Теперь осталось посчитать массу одного кубика. Для этого мы используем размеры кубика, и объем каждого кубика равняется произведению сторон. Рассчитав объем, рассчитаем массу. Мы получаем, что масса одного кубика равняется 0,9 кг. Рассчитаем количество кубиков. Это масса льда, деленная на массу одного кубика. Таким образом, мы получаем ответ, что для приготовления коктейля задуманной температуры смешариком потребуется 7 кубиков. Теперь рассмотрим критерии для задачи. Записана формула для определения количества теплоты для каждого процесса. Это 2 балла. Правильно составлено уравнение теплового баланса. Ребята, если вы не дали комментарий под формулу, а зарисовали графики, это тоже 2 балла. Получена формула для определения массы льда – 2 балла. Проведен расчет массы льда – тоже 2 балла. И для определения массы одного кубика и правильного расчета количества кубиков – по одному баллу. Ребята, я надеюсь, что у вас все получилось. И результат Олимпиады у вас получился хороший. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok